Господи, молим Тебя, посети наши занятия, Прибудь с нами, помоги нам не уклониться ни направо, ни налево, от истинного понимания смысла. Благослови нам, Господи! Пойдите, аминь. 12 человек, слава Богу, не так уж и мало. Заходи, заходи. Сейчас, секундочку. Продолжаем занятие. Мы остановились. Сейчас на 6 главе. 48 по 51 стих Иоанн Глета Иоанна. Я есть хлеб жизни. Это Иисус говорит. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели ману в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что идущего не умрет. Я хлеб живый, шедший с небес. Идущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Толкование. Я, говорит, есть хлеб жизни. А евший ману, умерли. Не просто прибавил слово в пустыне, но с целью показать, что маной ненадолго стал отцам. В пустыне только. А в землю бетованную она не вошла с ними. Сей же хлеб не таков, но пребывает вовек, так что они, если захотят, получат блага гораздо больше, чем отцы их. Заметь, что хлеб, вкушаемый нами в таинстве, не есть образ тела Господня, но есть самая плоть Господа. Ибо не сказал он, что хлеб, который я дам, есть образ плоти моей, но есть плоть моя. Ибо хлеб сей неизреченными словами, через таинственное благословение и наитие Святого Духа, притворяется в плоть Господа. Никто да не страшится веровать, что хлеб становится плотью. Ибо когда Господь ходил во плоти и принимал пищу из хлеба, то хлеб сей, вкушаемый, применялся в его тело и уподоблялся святой его плоти. И по обычаю естества человеческого служил к возрастанию и укреплению. И ныне хлеб сей применяется в плоть Господа. Как же скажут нам, является не плоть, а хлеб. А это для того, чтобы у нас не было отвращения к яству. Ибо если бы нам показалась бы плоть, мы неприятно бы располагались к величастию. А теперь, когда Господь снисходит с нашей слабости, таинственная пища нам является такой, как у нас бывает обыкновенно. Он надал плоть свою на смерть за жизнь мира, ибо смертью своей разрушил смерть. Разумей, пожалуй, под жизнью мира и воскресенья. Ибо смерть Господа произвела всеобщее воскресенье для всего рода человеческого. Может быть, жизнью мира он именует и жизнь в святости и блаженстве. Так, по этому стиху есть какие-то вопросы у кого-то? Может что-то сказать? Продолжаем. Ивангелие от Иоанна, 56 глава, 52 по 55 стих. Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, «Как может дать нам есть плоть свою?» И Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти, сына человеческой, и пить кровь его, то не будете иметь в себе жизни. Едущие мои плоти, пьющие мои кровь, имеют жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье». Записи идет. Толкование. «Иудеи, услышав о вкушении плоти Господней, не верят, поэтому и произносят слово «не веря». Как?» Спрашивают они. Спасили. Тогда они спросили, «Как он может дать нам есть плоть свою?» То есть, «Как вообще эта возможность?» «Ибо когда входят в душу помыслы неверия, тогда входит и слово «как». Посему, когда мы слышим, что не вкушая плоти сына, не можем иметь жизни, мы должны иметь несомненную веру при принятии божественных тайн. А не спрашивать «как?». Ибо душевный человек, то есть, следующий помыслом человеческим, душевным или естественным, не принимает сверхъестественного и духовного. Так и духовной пищи плоти Господней он не разумеет. Между тем, не причащающиеся он и не будут иметь участие в жизни вечной, как не принявший Иисуса, который есть истинная жизнь. Ибо вкушаемая есть плоть не простого человека, но Бога, и могущее боготворить, как соединенное с божеством. Она есть истинной пищей, так как удовлетворяет не на малое время, не портится, как приходящая пища, но способствует к вечной жизни. Подобным образом питье крови Господней есть истинное питье, потому что утоляет жажду не на время, но пьющего охранят от жажды и нужды навсегда, как и самарянке говорил Господь, пьющий воду, которую я дам, не будет жаждать. Иоанна 4.14 Ибо кто через причащение божественных тайн получит благодать Святого Духа, тот не будет подобно неверующим ощущать ни голода, ни разумного, ни жажды. Вот Господь говорит, что если не будете есть плоти и сына человеческой пить кровью, то не будете иметь в себе жизнь. Вот хотелось бы вопрос задать, кто как ответит. А что значит иметь в себе жизнь? Как это проявляется? В чем это вообще проявляется? Иметь в себе жизнь. Притом эта жизнь, которая именно идет от причастия. Жизнь в вечности после смерти. Чтоб душа жила. Да, а при жизни? Но она уже при жизни живет. Человек, уведшившего Христа, перешел от смерти в жизнь. То есть он уже живой. Царствие Божие внутри нас есть. Так, а то есть если он не вкусят, не вкусят плоти и кровью, то он уже не будет иметь жизни? Ну сектанты они не имеют жизни. Жизни вечной, так? Ну да, не иудеи, и мусульмане, и все, кто не верит во Христа. Не уверовал во Христа. Не познал в Христа. Вот тут я и хочу разобраться. Не уверовал. А если не вкустишь ты кровью и плоть его? Так как он будет вкушать, неверующий человек? Нет, а если христианин не вкусят именно? Ну вот, к примеру, неверующие православные, да, они ходят, причащаются. Ну и что только они причащаются, если они не верят во Христа? Они думают, что причастие их избавит от греха, от каких-то пороков, болезней. И причастие, оно вообще нигде не сказано, что оно исцеляет. Покаяние исцеляет, исповедь. Но не причастие. Да, а как проявляется эта жизнь именно вот в жизни именно плотской нашей? Как проявляется это вот причастие? Оно имеет какое-то проявление? Или оно только влияет на будущую жизнь? Вот такой вопрос. Ну оно и тут влияет. Благодать Божию можно только почувствовать через вкушение плоти и крови Христа. здесь, а в этой жизни. И после смерти душа имеет жизнь. Мы же надеемся на Господа не только в этой жизни, но и в вечности. Да. Да. У кого-то еще может есть что-то по этому поводу? Вот Сергеев Тушенко говорит, что проявляет себя в борьбе с грехом. Что же касается плоти и крови, это тайна, древо жизни. Да. Древо жизни. Когда причащался, в семинаре учился, часто причащался. Вообще плотского ничего не хотелось. То есть плотских каких-то таких похотей, вот этого всего, оно просто омерзительно было. Настолько причастие влияло. А была тяга вот к помолиться, почитать отцов. Ну, вот так вот, из опыта. Я хочу сказать, это не только после причастия такое состояние бывает, но и после исповеди, искренней исповеди, тоже не хочется грешить больше, хочется как-то что-то больше святого почитать, там тоже писание. Если кто вкушает плоти кровь, да, во время причастия, и он думает, что этим он имеет какие-то чувствования, это совсем не христовое чувствование, это плотские чувствования. Это все ощущается, когда ты идешь со страхом Божьим на исповеди, исповедуйся пред Господом Иисусом Христом, осознаешь свои грехи. Ну, смотри, чувствование, это плотские чувствования, то они, то все равно не отменяются, они никуда не деваются, они все равно, радость есть, допустим, может быть и не быть радости, но это плоткое же чувствование, просто радость. Но есть и духовное чувствование, которое проявляется в плотском чувствовании. И, допустим, если ты, конечно, идешь и ожидаешь, что тебе будет обязательно плотское чувствование, то, конечно, тут тебе можно, ну, ты тут можешь ошибиться. Но если оно есть, вот как Виталий-то говорит, что ну вот... Радость, радость, извини, я не могу, радость бывает разная, не только плотская, почему? Ничего себе вы, радость о Господе есть, это что, плотская радость, что ли? Прям загибает, прям вообще серьезно. Да плотская-то она в плоти, плотская, значит, что она в плоти проявляется, вот что имеется в виду, идет от души, а в плоти проявляется. А есть плотская, которая, естественно, вредная. Плотская, значит, что в любом случае она проявится в плоти у тебя, это разно. А, ну если-то в таком смысле, понятно. То есть то, что ее нельзя, нельзя ее тоже отрицать, то есть она как бы есть, и она может быть действительно показателем состояния. Допустим, если ты действительно приходишь, и у тебя, во-первых, отвращение от греха, ко греху, но это явно действует благодать, потому что она не может же, дьявол это делать, изгонять дьявола как бы. Вот есть такие вопросы, я читала под комментарием вопросы священников, там люди задают такие вопросы, вот они когда причащаются, после причастия у них бывает то гнев, то помятозлобие, то какие-то искушения, то есть какая-то благодать им дается на какое-то там, на какое-то время, а потом все, у них и гнев, и злоба, и все внутри. И они задают эти вопросы священнику. Священник, конечно, говорит, еще чаще причащается, и все. Они, скорее всего, в смерть причащаются, будучи в смертных грехах, а попы даже не говорят им об этом, все. Вот так и получается. Это как у меня приходит, после причастия сказала девушке, что вы разговариваете о храме, и показала, где-то написано, что это заповедь Господня, она говорит, вот у меня весь мир сейчас разрушила, мой внутренний мир, я только причастилась, и благодать, и все, сейчас во мне одна злоба половит. То есть это у нее причастие. Так вот именно, что, поэтому, действительно, не надо судить, потому что, ну, человек же, может, ты можешь, вот ты же, даже то, что он называет раздражением и злобой, оно может этим-то и не быть. Просто, допустим, ну, внушили человеку в церкви, что, допустим, если у тебя там, брат там, я не знаю, там, в каком-то грехе, то ты должен, ну, молиться просто, терпеть это. Если она, ну, прочистилась, идет и не может это терпеть, и она считает, что это грех, ну, потому что ей внушили, и она думает, что это ее смущает от причастия, а на самом деле, может, ее Господь, наоборот, побуждает для того, чтобы она начала действовать, как-то тормошить там себя. То есть она, такой, то есть благодать Божия, она не обязательно проявляется в телесном покое, в телесном мире именно. А она проявляется в покое совести именно, что у тебя совесть чистая становится. А если у тебя ты к причастию подошел и у тебя на самом деле совесть-то нечистая, то ты, естественно, никаких не можешь ориентиров-то и найти, по сути. Ты там телесный покой какой-то ощутил, потом к тебе, как вот Наталья усатая подошла, тебе его сбило, и все, у тебя все потеряно. А потому что там ничего и не было, оно все было только телесное, получается. Скажу больше, даже, и даже, ну, вот я, плоть даже укреплялась, ну, вот как бы, организм. Вот я серьезно говорю, просто, силу такую себе чувствовал, даже на физическом, такую, как бы, собранность, все силы, вот, души, там, души, тело, они все как-то собираются воедино. Вот, вот такое было тоже. Ну, я вспоминаю сейчас. Я давно просто не причащаюсь, уже много лет, ну, потому что там силу, как бы, сам на себя эпидемию наложил, так скажем. Сергей пишет, у меня есть частное мнение, что причастие восстанавливает поврежденную душу, возвращает человека в ограду церкви, например, человек согрешил, он вышел за ограду, покаянием его возвращает, но чтобы восстановить поврежденную, нужно принять причастие. Человек вновь станет полноценным членом церкви, поэтому, когда человек принимает причастие, в грехе его просто перерезает пополам, и он может погибнуть, болеет. Ну вот, Владимир Головин, у него такое, я книжечку у него такую маленькую читал, он там говорит, что это, ну, у нас поврежденная грехом, да, природа, и он говорит, что, а тело и кровь Христа, это здоровая природа, то есть, и мы, и как бы, когда мы вкушаем, происходит трансплантация его крови и плоти в нашу, то есть, и она исцеляется за счет этого. Если человек осознает свою греховность, он сам понимает, что ему нужно быть в оглашенных, он не пойдет через месяц на причастие, причастие. А если, вот, за оградой церкви, это значит, в оглашенной. Ну, пойдет, если вот так обучение. Оглашение, оно именно для чего? Для осознания греха, за тот момент, когда ты находишься в оглашении, у тебя есть время обдумать, подумать, ты начинаешь осознавать, что действительно ты согрешил. Вот в учении я не слышала, сколько раз я ходила в храм, еще до уверования, что это тело, которое мы имеем, это храм Божий, и что когда ты веришь во Христа, уже Царствие Божие внутри нас есть. То есть, мы его никогда-то достигнем, а мы уже его достигли, оно внутри нас должно быть, когда ты уверуешь во Христа. Я такое вообще никогда не слышала. Вот пока я начала читать Евангелие и послание апостолов. Мне это прям так поразило. Я когда первый раз читала Евангелие, я понимала, что мне не хватает чего-то. А мне что не хватало? Апостольские послания. Значит, по вопросу причастия, тут все равно надо уяснить, все-таки мы причащаемся, с какой целью? Почему мы это делаем, допустим, не раз в жизни? И почему это надо делать? Кто-то пять раз, кто-то еще чаще, кто-то там раньше, там еще чаще кто-то прочищался. То есть, и у вас златоуз говорит, что не часто, не редко, не поощряемся, но достойно. Почему именно так? Почему недостаточно одного раза? Почему надо потягиваться несколько раз в год? Кто может на это что сказать? Можно из опыта, опять же. Вот у меня было так, неделю не причастишься, вот уже все, уже такие плотские, как бы, ну вот эти вот страсти оживают. Потом вторая неделя пошла больше, и ты прям, у тебя уже потом, ну, алчба такая, вот реально, жажда и алчба. Когда же быстрее надо причаститься? И когда причащался, отходило все это, опять все как, ну, как обновлялся, можно так сказать. Ну вот, вот, а вот именно, а вот Игнат Тихонович имеет опыт, что говорит, кто чаще, он с кем он встречался, из московской патриархии, кто часто исповедца причащается, те говорят бесноватые. Они не воспринимают уже истину. То есть, он тоже вот имеет такой опыт, и поэтому говорит, что говорит, в нашем состоянии, в котором мы пребываем, 4-5 раз в год. Ну, вот действительно, вот то, что ты говоришь, Виталий, я тоже на себе это знаю полностью, вот как ты вот что все рассказал. Ну, это не может быть беснование, это факт, ну, что смеяться-то? Ну, вот то, что ты говорил, рассказал, я имею в виду, вот это я тоже все знаю, я не про тебя говорю, чтобы основание, а вот те, кто очень часто это делают, я тоже знаю это, вот тоже, ты принимаешь, исповедуешься, причащаешься, и вот у тебя все отпадает, ты приходишь, и действительно, все плоские, вот эти помыслы, все это, но, чтобы мне пошло это на пользу в итоге, может из-за того, что не научены мы были правильно, может из-за этого оно на пользу не идет, то оно есть только смысл, когда у тебя ты еще научен, в тебя учение правильно вложено, что, 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 как делать, а когда ты, вот по учению именно какое сейчас, что ты любой грех совершил, тебе исповедуют, там 40 поклонов, и все, можешь причащаться, это явно не на пользу, хотя, судя по всему, ну, люди же, действительно принимают, и у них отпадают вот эти страсти на какое-то время, но на пользу им это не идет. Не, ну, я соблюдал просто, понимаешь, совести, а если совесть обличала, то я уже не подходил, то есть ты там, ну, соразмеряешь, реально, ну, как сказать, со своей жизнью там, ну, да, есть такое дело, знаешь, вот скажу, исповедь вот эта частая, и ты практически одно и то же исповедуешь, вот это есть, вот это было, ну, притыкаешься вот в таких мелких каких-то вот там осуждения, вот это все, гнев там, осуждения там, плотское какое-то там, похоть, ну, что, молодой, сколько там, 20, от 20 до 30 лет, промежуток такой вот, короче, вот семинарская эта жизнь. понятно, что учение было какое, патриархийное там, перемешанное с человеческим, это тоже, можно сказать, тоже все влияло. да, вот именно, что без научения, это все никуда не годится, потому что человек опять падает, его приучают к тому, что в принципе ты можешь упасть, и ты опять подойдешь к причастию, опять мгновенно станешь членом церкви, хотя это все не так, это у церковь по-другому учит, если ты пал, я даже знаю, по-моему, апостола Павла, что ли есть в посланиях написано, что там написано, я сейчас не могу найти, но что если ты падешь, то это уже очень трудно восстановиться. А нам сейчас приучают это, что в принципе это сразу же восстановимо, но это не так, и епитимия для этого и накладывается, чтобы исцелить вот это повреждение, вот эта совесть, чтобы была исцелена. Но явно же человек, если убил своего ребенка, то ему недостаточно одной секунды, чтобы исцелиться. Хотя он может и покаяться, и Господь простит его, но дело-то даже не в прощении, дело в исцелении совести. Грех, он уничтожает природу, то есть он какие-то непоправимые последствия вносит в человека, вот как, к примеру, блуд, непоправимые последствия, теряется сразу ум, память от блуда. Человек даже этого не сознает, но он от блуда становится тупее. Он это даже не чувствует, но это происходит. Так же самое любой грех. И так его просто не исцелишь, и даже многое не вернешь уже. И это ведь надо знать. Не зря же отцы церкви собирались, и такие эпитемии, которые для исцеления написаны, придумали, ну это даже не придумали, это Святой Дух через них назначил. А сейчас этого нету, и в итоге человек идет неисцеленным, и у него на самом деле совесть больна, и он приступает к таинству причастия постоянно. Ему легче-то может и становится, но в итоге-то он остается таким же, как и есть, и одно и то же повторяется. Я это проходил. И все, кого я тоже знаю, они все в этом, как остановившийся человек становится, он останавливается, все. Его как бы блокируют там. Он не развивается, он не ищет, как бы. А есть же еще пути исцеления, очень много от грехов. Допустим, отчищение Словом Божьим. Написано, вы очищены Словом. То есть, этого очищения вообще нет у нас в православии сейчас. Когда ты очищаешься за счет того, что сверяешь свою жизнь со Словом Божьим постоянно, и если что-то не соответствует, то ты как бы это отбрасываешь, то есть, что не соответствует, ты все начинаешь подгонять под соответствие, и в итоге ты очищаешься, и у тебя не остается тех грехов старых. Потому что ты руководствуешься уже не своими мыслями и чувствами, а теми словами, которые написаны в Писании. Ты просто свои чувства отбрасываешь, начинаешь руководствоваться этими. Потом чувствования, те, которые имеет Господь, в тебя проникают через Слово. Вот этот вариант очищения, вообще его выкинули из церкви, оставили только часто исповедь при счастье. Вообще часто исповедь, это только в монастырях, на самом деле. Я много святых отцов читал, это они очень поощряют это. Когда у тебя есть наставник духовный, и ты открываешь ему все свои помыслы. И он следит тщательно за твоей жизнью. А тут у нас же как это сделали, что теперь на самом деле за твоей жизнью никто не следит вообще. Ты просто приходишь, постоянно можешь там перечислять это, и тебе сразу же снимается, он тебе совет никакой не даст. Даст какой-то совет вообще, мертвый. И все. И это ни к чему не приводит в итоге. Тем более не наученные люди. Вячеслав, а вот дети маленькие, да? Они, у них память вообще, я скажу, вот я наблюдаю за своими детьми, вот они что-то смотрят, да? Десять минут их спросят, все перескажут, знаю. Через 20 минут спросишь, ничего не знают, забыли. Вот у них память вообще у детей. Либо дети рожденные, либо нерожденные, либо мертвые, либо живые. У детей рожденных, если посмотреть баптисты, которые занимаются Словом Божьим, да? У них есть такие дети рожденные, которые занимаются Священным Писанием. У них память очень развида, потому что они тренируют их Словом Божьим. А вот у православных детей, не могу сказать такое, я даже не видела у детей, у священника, что были такие умные. Или у них память там работала? Ну, у них не разблокировано, это не обучено, то есть на запоминание. Это же надо тоже все разблокировать, эту память. А самое лучшее Писание его разблокировать, действительно. Я по себе знаю, как я только начал заниматься Писанием, у меня память сразу в разы улучшилась, в разы. Она все начала цеплять, все как бы, много чего. А до этого так не было. Да, подтверждаю, кстати. У меня такая же ситуация. После Писания и память улучшилась, когда начал улучшить. У меня тоже так. Чем чаще читаю и слушаю на занятиях, с детьми занимаюсь, и я тоже заметила, что одно и то же, одно и то же, когда повторяешь, уже намного больше и запоминается. Еще хотела сказать про монашество. Монахи вообще пустынники и пещерники, даже на Афоне. Есть монахи, которые раз в 6 месяцев или раз в году причащались. Даже тот Писий Святогорис не причащался в каждое воскресенье или в каждый день. Ну, я вот помню, что когда я причащался, да, там, раз в неделю, то действительно такие чувствования получаешь, что думаешь, вот если бы каждый день я причащался, то вообще бы всегда в этом состоянии находился. И как бы я понимаю в итоге эту лойку, что чем чаще ты причащаешься, но ты там, по сути, ты ничего не делаешь, что причащился и все, получил дар. То, что у тебя страсти тебя никакие не беспокоят и прочее. Но сам-то ты от этого не развиваешься нисколько. А наоборот, смущаешься потом от падений каких-либо. То есть ты не готов к этому еще, надо быть еще подготовленным к этому. Слава Христу. Продолжим. То есть это сочетание, да, исповедовать грехи, работать над собой постоянно, вникая в себя в учение. Как написано же? Вникать в себя в учение, так себя спасешь и других. Если этого нет, вот именно этого ошибается, вот именно этого-то и нет у нас, в наших храмах православных-то. что есть вот это все таинство, но нету вникать в себя и в учение. То есть учения нету. Без обучения все свелось к богослужениям. То есть вся вообще жизнь христианская свелась только к присутствию тебя на богослужении, в участии в молебнах и в исповеди причастия, в соборованиях. Больше никакой жизни христианской нет. Все человек уходит обратно в мир. И там он погибает, но в принципе он может вернуться и он знает, что ему отпустят грех этот. Исповедует он. И действительно Господь прощает. Я вот по себе знаю. Ну вот падаешь ты, сколько раз падаешь, столько идешь, конечно, столько Господь прощает. Это однозначно, ты чувствуешь просто по себе. Все, у тебя силы больше не грешить. Но если обучения, научения тебя нету, нету страха Божьего, тебе если его не обучили этому, то ты, рождение свыше-то у тебя нету, тебя к этому просто не ведут, никто не приводит тебя к этому, ты не боишься этого греха, как должен бояться, но испытываешь все страдания от этого греха и, соответственно, плачешь от этого, там, каешься, действительно. Но в итоге стоишь ты на месте и виноваты те, кто тебя ведут, потому что ты не знаешь этого. Никто тебе это не скажет. И слава Богу, что есть такой, как Игнатий Тихонович и другие, которые вводят, говорят, ну вы, как бы, кричат просто, говорят, вы же, говорят, погибаете все люди, погибаете там, христианская жизнь это не это, не то, что ты постоянно ходишь в храм, там, это и все другое, это жизнь по Евангелию, это, какую заповедь вот ты исполняешь, когда постоянно посещаешь богослужение, какую, такой заповеди даже нету вообще. А написано, кто любит меня, тот заповедь меня соблюдет. То есть, есть только вот, что ты прочищаешься, то есть, вот это ты соблюдаешь, но все остальное, это ничего нету этого. То, что вот ввели там, молебна, кто участвует, это тоже, можно друг за друга молиться, и так, и без этого. Это все нужно, нужно, но только оно же как идет, как помощь тебе, как то, что тебе подкрепляет, тебе силы, потому что я помню, допустим, когда вот в обычном состоянии находишься в Бирсковом, еще тогда раньше, когда, вот в обычном, патриархийном, что ты, раз у тебя, раз приходит, у тебя молитвное состояние, вот ты молишься, потом отходит, ты думаешь, вот, грешный, из-за этого отходит, потом в храм придешь, опять молитвное состояние придет, потом опять, ну, предельно нестабильное состояние, оно очень нестабильное, там, исповедствующийся, все, хорошее состояние, чуть-чуть это время отошло, два-три дня, опять плохое состояние, И думаешь, надо опять к исповеди, к причастию готовиться, опять это из-за грехов, и все нестабильно предельно. А вот, допустим, когда уже научен, через слово постоянно изучаешь, у тебя стабильное станет состояние, ты уже не грешишь теми грехами, которые ты грешишь, тебе просто это, ну не надо, ты знаешь, как словом Божьим отбивать эти страсти. Тебе все другое становится, ты себя старого вообще, вот я сейчас вспоминаю себя, даже тот, который год назад был, это тоже другой человек, вообще по-другому мыслил, все по-другому, как будто не с тобой было-то. Аминь, брат, Сергей пишет, без Библии это не жизнь, а мрак, только акафистские свечки, даже не знаешь, куда идти, что делать. Да, пришел, глазами поморгал и пошел дальше. Если упал, главное подняться, верно. Скажите, если просишь человека предупредить о приходе вечером мужа, и тебя посылают, говорят, что... Так, скажите, если просить человека предупредить, вот сестре надо помочь, о приходе вечером мужа, и тебя посылают и говорят, что-то там из-под ногтей, как реагировать, простите. Ну, отпишите, сестре. Непонятно, кому что и для чего. Можно сказать, на своем опыте, у меня такое было очень часто. Да, да. Я ничего не делала, не ругалась, ничего не перечила, я просто уходила в комнату и молилась и читала Евангелие. И сразу на следующий день совсем другая обстановка. Господь мгновенно меняет. Если ты понимаешь, что ты... Вот ты молишься, ты смиряешь свое сердце перед Господом. Особенно за врагов. Или те, кто тебе что-то плохое говорит, обзывает тебя. Вот ты сразу иди в угол и на колени. Или что-то делаешь по дому, молись об этом человеке. Да, если не видишь самого... Нету решения, надо дать Богу действовать. Дать Богу действовать. Ему можно дать действовать только молитвой. Смирением и молитвой. Другого выхода нет. Вот в этот момент как раз человеку находится в немощи, он ничего не может сделать, а в немощи совершается сила Божия. Тогда Господь действует вместо тебя на этих людей. Да, написано. Ибо сила Божия совершается в немощи. Продолжаем. Толкование. А, так, нет, следующий, да. Шестая глава, 56 по 58 стих. Едущий Моя плоти, пьющий Моя кровь, пребывает во мне, и я в нем. Как послал Меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий Моя жить будет мною. Сей ты есть хлеб, шедший с небес. Не так, как отцы ваши ели в ману и умерли, едущий хлеб сей, и жизнь будет вовек. Толкование. И здесь мы научаемся таинству причащения. Едущий, пьющий плоти, кровь Господа пребывает в самом Господе, и Господь в нем. Странное и непостижимое бывает соединение, так что Бог пребывает в нас, а мы в Боге. Не страшное слышишь ты учение, мы вкушаем не самого Бога, ибо Он неосизаем и бестелесен. И необъятен ни для глаз, ни для зубов, и опять вкушаем плоти простого человека. Ибо она не может принести никакой пользы. Но как Бог неизреченным смешением соединил сам с собой плоть, то и плоть животворит не потому, будто применилось естество Божие. Нет, но по подобию раскаленного железа, который и остается железом, и обнаруживает силу огня. Так и плоть Господня пребывает в плоти, и уже вытворит, как плоть Бога Слова. Как я, говорит, живу отцом, то есть потому, что родился от отца, который есть жизнь. Так и идущий меня жить будет мною, соединившись, как бы притворившись меня, могущего животворить. Как же слышишь, что я живу? Не думай, что он живет по причастию жизни, то есть как, иначе Богом называлось бы животное. Но нет, ибо ни животное не называется Богом, ни сотворенная жизнь. Часто повторяют слова, отцы ваши ели ману в пустыне, для того, чтобы убедить слушателей, что если можно было питаться людям без жатвы и сеяния в течение 40 лет, и жизнь их поддерживалась, то тем более ныне Господь подкрепит нашу разумную жизнь лучшим хлебом, плотью своей, образовавшейся из земли, девы, без сеяния мужа, везде упоминает о жизни и часто приводит это имя, потому что ничто так неприятно людям, как жизнь. Видите, мы что видим здесь, что толкователь говорит, и более ныне Господь, то есть через причастие подкрепляет нашу разумную жизнь, то есть эту жизнь лучшим хлебом, плотью своей, то есть и про эту жизнь он тоже, это идет подкрепление, образовавшейся из земли, девы. Часто повторяют слова, так, но здесь есть какие-то вопросы? Вот мы вкушаем, надо помнить, что мы вкушаем не Бога в своем естестве, потому что его невозможно вкушать, а именно мы вкушаем тело и плоть, то есть плоти кровь Иисуса Христа, именно того Иисуса Христа, который был распят и который воскрес. Таинственным, непостижимым образом, в котором естество Божие соединилось с естеством человеческим, не слиянным и не раздельным. То есть это все непознаваемо. Вот это тело-то мы и вкушаем. Тело и кровь. Продолжаем. С 59 по 62 стих. Сие говорил он в синагоге у Чака Пернауми. Многие из учеников его слышат, а говорили. Какие странные слова. Кто может это слушать? Но Иисус. Мир вам. Спаси Христос. Так, я вам звук выключаю. Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им, это ли соблазняет вас? Что же, если увидите сына человеческого, сходящего сюда, где был прежде? То есть он им говорит. То есть многие ученики, услышав это, они это просто не приняли. Ну, вы представляете, вот сидит человек, и понять их тоже можно. Сидит около тебя святой человек. Ты знаешь, что он святой, ты знаешь, что он там воскрешает мертвых, что только не делает. И он говорит, меня вы должны есть, чтобы иметь жизнь вечную. То есть в прямом смысле меня есть. Ну, естественно, многие, если понимать плотские этот вопрос, мне кажется, без святого духа тоже этот вопрос даже понять невозможно. И вот те, кто был неистинный в ученике, те соблазнились, конечно же, сразу же. И вот он им говорит, это ли соблазняет вас? А если, говорит, я, если вы увидите сына человечеству из меня, восходящий туда, где был прежде, то есть к Богу. Толкование. Для чего он учил в синагоге? Частью для того, чтобы привлечь больше людей. Частью для того, чтобы показать, что он не противник закону, читая ему в синагогах. Почему же он произносил перед народом такие речи, когда знал, что никто не получит от них пользы? А многие даже соблазняются. И ученики его, услышав их, говорили, Словасии странны, кто может слушать их? Какая же польза от этих слов? Очень большая и важная. Они постоянно упоминали о телесной пище и выставляли на вид ману. Показываем, что все это было образным и темью, а то, что он ныне говорит, это истина. Говорит все и упоминает о духовной пище для того, чтобы убедить их, сколько-нибудь отклониться от чувственной и оставить образы и тень, а устремиться к истине. То есть он их выбивает просто из этого плотского. Вот таким образом. Но они не выбиваются. Но они, не будучи в силах понять ничего сверхъестественного, не улучшаются, а даже отвращаются и говорят, Словасии странные, то есть сурово, неудобоприемленные. Ибо кто, будучи плотен, может принять духовную пищу, хлеб, сходящий с небес, плоть вкушаемым. Когда же слышишь, что ученики отстали от него, не понимая этого об истинных учениках, но от тех, которые следовали за ним в ряду учеников и одним только видом показывали, будто учатся от него. Ибо между учениками были некоторые, которые по сравнению с народом назывались учениками его, потому что проводили при нем времени более, чем народ. Но в сравнении с истинными учениками его не стоили ничего, так как верили ему на время и, так сказать, от холодной горячности. Смотри, какое неразумие. Нужно бы спросить и узнать, чего не знают, они отступают и ничего не понимают в духовном смысле, но все по внешности. Да, вот знаете, у меня сразу пришло на ум, вот это то, что действительно, вот люди приходят в храмы сегодня, многие, и они ведь тоже все принимают только по внешности. И они из этого состояния не хотят выходить. То есть их устраивает то, что они стоят просто в храме, в многослужении, и просто слышат Евангелие, которое не понимают, то есть какие-то слова, какие-то молитвы, свечи, молебны, то есть все внешнее. А туда 20 лет человек стоит и не вникает в это все. И вот это то же самое, как вот эти ученики, которые как бы псевдоученики, они ходили за Христом. Но как только Христос им поставил внутреннюю задачу перед ними, которая понять в духовном смысле, они вместо того, чтобы начать понимать это, они отошли. То есть их это не устраивает, такой вариант. Их устраивает свечи, молебны, записочки и службы. Их не устраивает евангельский путь следования за Христом, когда ты должен непосредственно это исполнять и принимать. То же самое и здесь. Слыша о плоти, они и думали, что он принуждает их сделать соплотоядцами и кровопийцами. Так и сейчас они и думают, что ты должен как бы... Не хотят это просто понимать. Но мы, понимающие это в духовном смысле, не только не плотоядцы, а даже освящаемся такой пищей. Желая показать им, что от него, как Бога, немало не укрывается сердечно их помыслов, говорит. То есть он их еще взыскивает, дальше пытается их вытащить из этого состояния. И это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите меня по виду сына человеческого, восходящего на небо, где я был прежде, как Бог, то что? Типа будет. Ибо один и тот же восходит, как человек, туда, где был прежде, как Бог. Сказалось я для того, чтобы отвлечь их от мнения о нем, как о сыне Иосифу. То есть они знали, что он сын Иосифа, они знали, что у него отец есть. Но они не знали, что у него происхождение это другое, божественное. Ибо кто поверил, что он прежде был на небе, тот без сомнения поверил, что он сын, что он и сын, и не Иосифа, а Божий. И, наконец, поверит речам ему. Видите, что надо было переступить? Ну вот известно, вот у меня есть друг, у него есть отец. Я знаю, что это его отец, всю жизнь это знал. А тут мне надо принять, что это не его, ну как бы, что у него не такой отец. То есть надо духовно помыслить это было. А хотя он все сделал для того, чтобы человек мог это духовно помыслить, мог это принять. Потому что те дела, которые он творил, ни один человек, ни один пророк никогда их не делал. Ни один пророк не воскрешал из мертвых. Все молились Бога, просили, и Бог это делал. А Христос сам это делал все лично. Он говорил, тебе говорю, встань. Все, человек встал. То есть от его слова это происходило. Его слушались ветры, то есть стихии природные ему подчинялись. Притом подчинялись не по молитве, а так напрямую прям. Все это люди видели. И самое главное, то он говорил, как власть имеющий. То есть если у человека было все подготовлено, то есть они, как правило, его ученики, те, кто ходили с Иваном Крестителем, у него учились. Для тех Христос просто подходил и говорил, встань и следуй за мной. Вот как Матфей, к примеру, мытарь. То есть он имел такое слово, что если человеку, внутри у него подготовлено все, то он его сразу воспримет и без каких-то доказательств пойдет. А грех он не дает. Вот именно он не дает Богу начать действовать в душе. Грех он делает так, что человек слышит Слово Божие, и на него это никак не влияет. Вот именно в этом-то и вред греха-то. Вот в том, что человек становится невосприимчив к божественным вещам. Так. Слышу, что сын человеческий был прежний на небе. Не думай, что тело не зашло с неба, так как пустословик ересеначальники Маркел и Аполлинарий. Но как один и тот же был сын человеческий, Бог Слова, то, как мы сказали, говорится, что он восходит как человек туда, где был прежде как Бог. Ну то есть, да, он не сходил с телом человеческим именно с неба. Тело человеческое соткалось в утробе матери. Но войдет он потом телом своим, уже воскрешен совершенно. Так, братья, давайте, говорите. Какие-то у кого-то вопросы, может что-то есть сказать. Тут был отсев тех, кто не отвергся себя. Да, вот. Они услышали это слово-то. И у них вот это плотское свое взыграло. И они не, как бы... А его бы надо было этого отвергнуть ради того, что они... Ну даже вот с точки зрения, что просто, ну, понятно же дело, что человек от Бога, это божественный. Но он же такое не скажет, что-то тебе вредное. Но надо себя отвергнуть было, чтобы это принять. Они не отвергли. В итоге выбрали себя и пошли назад. Ну, чтобы отвернуться себя, нужно сначала уверовать, а потом отвернуть. Ну, надо увидеть боже... Так вот именно, что они не уверовали. Мне кажется, здесь это одно. Вот в данном случае... Потому что именно им не дают уверовать именно то, что они не могут себя отвергнуть. Вот в данном случае. Потому что, ну, у тебя возникло вот это, да, сомнение. Но ты тут, если ты волю проявишь и уверовываешь, вот как часто бывает, допустим, я тоже уверовал там во Христа. Точнее, уверовал. Это тоже с применением воли. То есть, в какой-то момент я просто волю применил и стал в этом направлении двигаться. И тогда вера потом появилась. То есть, как бы, вера, она тоже приходит часто, как аппетит, приходит с едой вместе. Потому что это же дар веры-то. Его дарует Бог. Если ты эту веру не чувствуешь, ну и ничего страшного, делаешь, как будто ты веришь это. И потом вера к тебе приходит. И даже был какой-то святой, я помню, у него Бог отнял на три года веру. Он три года... Он проснулся с утра. Я не помню, какой грех. Он с утра проснулся и не верует. Он говорит, я не верю в Бога. Но он продолжал три года делать все то, как будто он верил. И через три года ему Бог такую веру дал, что потом он больше стал, чем прежде. Да, тут ум надо свой отвергнуть. Потому что, ну как это действительно понять-то? Если ты знаешь, что, допустим, у него отец есть, ты не можешь это выбросить из головы. Как это так принять, что это не его отец, к примеру, что он Бог? Это все... Я бы сразу тоже... Ну это невозможно поверить просто, если Бог тебе это не открой. Это надо проявить волю, прям буквально в смысле. Еще что-то есть, может, у кого-то? Было ли у кого-то, что вы проснулись и веры у вас нет? Или вот потери веры? Или в жизни бывают случаи, когда вдруг раз и чувствуешь, что у тебя вера-то потеряна? Что ее как бы нету? И приходится буквально заставлять себя встать на молитву и начать, и потом появляется. Расскажите, может, у кого-то это бывало? Потому что такое бывает. Я даже вот приду... Вот, как правило, вот я из опыта говорю, это происходит от общения с мирскими людьми, с неверующими. То есть, с ними пообщаешься побольше, а потом раз чувствуешь, что в душе у тебя уже не так, как было до этого. Какое-то неверие есть, какие-то помыслы такие мирские, какие-то не те, какие-то временные слишком. Да. Больше всего именно на веру влияет эта дружба с миром. Она просто выбивает веру. Ты не можешь быть дружа с миром, не можешь быть верующим. Просто у тебя это не получится. Ты будешь вынужден принять либо эту позицию, либо туда перейти. Все время будешь полу-полу, какой-то там полумертвый. Не зря это названо враждой против Бога, потому что как ты можешь дружить с Богом, если ты не имеешь веру? А если ты дружишь с миром, то ты веру иметь никак не можешь. Потому что мир живет без веры. Абсолютно. А худое сообщество возвращает добрые нравы. Это очень сильно влияет общество, в котором мы находимся. И вот мы живем вне общины, у нас нет общин, кроме определенных людей. И это надо понимать, что ты живешь среди врагов. То есть в очень опасном месте, где везде тебя подкаруливает враг. Любое общение с каким-то человеком, какое-то более ему открытие себя, это там уже враг подкаруливает. Общение все должно происходить, мне кажется, с миром. У верующих людей только в благовестии Христа. Когда ты благовествуешь Христа, тогда тебе как защита какая-то на тебя ложится, у тебя не действуют вот эти мирские чары. А когда ты начинаешь по мирским темам, по празднословиям всяким беседовать, то ты теряешь внутри. Теряешь. Вот Наташа пишет, «Устаю верить, потому что все против тебя. Все. И ничего годами не меняется. И это не год и два, десятилетия веры иссякает». Но вот тут, да, вот именно у нас же так, мы так устроены, души наши, что мы всегда набираемся от людей, которые вокруг нас находятся. Мы не можем как бы не обращать внимания на их слова. Но поэтому вот Иван Златоуст говорит, что мнение неверующего человека, то есть если вокруг тебя неверующие люди, если хочешь от них оградиться, ну то есть чтобы они не влияли, надо понимать, что их мнение по поводу вот твоей души, все, что вот связано с тобой, которые, это печенье, как там, жужжание жука, карканье вороны, кваканье лягушки, больше ничего. Вот именно так и надо к этому относиться. То есть не надо это принимать, это они уже самоосуждены, они осуждены, у них нет веры. То есть если человек даже не верует, это хуже беса он, потому что бесы даже веруют. Не надо там их что-то осуждать и прочее, но принимать их слова, имею в виду на себя какие-то там, вот это, что тебе говорят, вообще не надо. Это просто-напросто, через них дьявол действует, чтобы тебя сбить с пути. Ради этого все и делается. А если ты нашел путь, то ты идешь по нему, все, твердо. Господь сказал, что я победил мир. Он говорит, не бойся малый стадо, ибо отец вам благоволел дать вам царство. Если вот я, допустим, когда у меня наступает, я понимаю, что трудно мне становится, да, я вот сразу ищешь слова Писания, которые Господь тебе обращается. Вот и такие, это вот именно то и нужно сделать. Не бойся малый стадо, Господь прям говорит тебе, не бойся. То есть вот это он видит, он знает же, что ты будешь это испытывать. Не бойся малый стадо, ибо отец вам благоволел дать царство. Не им, а вам. И вот эта твердость, она других, если не иметь этой твердости вере, то никто вокруг даже и не уверует, потому что они не увидят этого. А если иметь эту твердость, то именно это и поможет многим уверовать вокруг. Тем более Господь знает, в каких условиях ты находишь и придает силы соответственно. Главное только самому не подкачать, потому что чистота, вот она зависит от нас, а благодать зависит от Бога. Какие-то вот более тут опытные люди есть, они могут дать хорошие советы. Сергей Игнатов, подскажите, как вы, вот вы же тоже, у вас не в общины там нету, живете среди мира, как вы сохраняете свою душу? Вопрос, конечно, непростой. Бывают у меня, находят такие моменты, когда наступает своего рода охлаждение, и мирские дела тебя, как говорится, захлёстывают. Это дела по работе, это дела по дому, и многое такое. Но тем не менее, огонек летний угасает. И то, что я в этой группе, это показатель того, что для меня вы все очень дороги. И тот коллектив, то общество, которым я нахожусь, оно самое надёжное. И благодаря тому, кто это общество создал, ну, знаете кто. У меня такое предложение есть, по ходу рассуждения. Вот мы тут активно переписку ведём, полезные материалы выставляем, ну, друг для друга прежде всего. А есть ещё широкая аудитория, так как в Украине, где я нахожусь, где можно будет наши материалы тоже активно ретранслировать. Ну, например, в Фейсбуке. Почему на этом сайте? Потому что, к сожалению, пока что новый президент не отменил указ старого Порошенко о запрете русскоязычных сайтов в Украине. Поэтому ВКонтакте, Майл.ру, эти сайты, они с трудом идут. Там надо специальные программы VPN, многими не пользуются и не знают. А Фейсбук, он более-менее такой массовый и доступный. Так что есть такое предложение, активно там участвовать, и может темы какие-то, которые мы между собой обсуждаем, обсуждать и в этом, на этом сайте. Ну, и как мне удается сохранить ещё себя? Вот ты правильно говоришь, что на богослужении мы чаще всего, ну, в московской патриархии, больше слушаем, не понимая того, что, не понимая многих слов, и считаем, что это вроде как, ну, не мы считаем, мы уже так не считаем, но многие считают, что так и должно быть. Долгая служба, чтение там акафистов, псалмов на церковно-славянском языке, которые не понимаешь, купить там свечку и так далее. Ну, вот допустим, я свечки уже не покупаю давно, записки тоже не передаю давно, ну, здоровьем от этого я не пострадал, и я думаю, что Господь, он слышит молитвы, тогда, когда и свечки-то не покупаешь. Ну, а что касается вносить всю лепту, то вместо свечи я, допустим, подаю в счет десятины, там, энную сумму для укрепления финансовой самостоятельности храма, там священнику помогаю, это бывает, это есть. Создать сейчас общину в рамках действующих приходов, это практически невозможно, потому что эти общины, они, в общем, консервативные, не общины, а приходы, консервативные. Люди уже старого возраста, там, как правило, пожилого, и они уже привыкли к тому, что имеют, и их даже сдвинуть на изучение священного писания практически невозможно. Я сколько подаю объявлений о том, что есть возможность нам проводить занятия по изучению Библии, все бесполезно. Это, я даже не знаю, как Игнатию Тихоновичу такую дало сообщину создать, это действительно, по-божьему, как говорится, благословению происходит. Поэтому тут, конечно, работу провожу, с людьми общаюсь, в интернете выставляю нужные материалы, всегда подписываюсь, кто эти материалы выставил, и предлагаю войти со мной в контакт для того, чтобы изучать священное писание и совместные молитвы проводить и все такое. Но, говорю, нашим прихожанам, нашим людям это не нужно. И тут, дай Бог, говорится, самому устоять на этих позициях. Вот такая ситуация. Ну, тут отчаиваться не надо. В какой-то момент может наступит, поступит так капля, которая станет на полной чаше, и община действительно образуется. Но пока на сегодняшнем такая информация. Спасибо, Христос. Отошел. Спасибо. Спасибо. 63-й по 64-й стих Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть духа и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующая, и кто предаст его. То есть, обратим внимание, что около Иисуса есть неверующие. И, кстати, их тут больше часть. То есть, как потом оказалось, что не надо нам удивляться, что люди ходят в храм, исповедуют все христианами, но они, суть, неверующие. Священники неверующие. Это сплошь и рядом, спокойно это может быть. Они понимали слова Христова, по-плоцкому и соблазнялись. Посему он говорит, что духовные только понимали слов моих полезно, а плоть-то есть в плотское понимание их. Нисколько не полезно, а бывает поводом к соблазну. Так они соблазнялись, понимая слова Христа, плотски, присвокупляющие слова, которые я говорю, суть духа, то есть духовная и жизнь. И не имеет ничего плотского, а доставляет жизнь вечную. 65 по 67 стих. И сказал, для того, то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от отца моего. С этого времени многие из учеников отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12, не хотите ли вы и отойти? Толкование. Часто мы говорили, что когда слышишь, что отец дает веру в сына, не думай, что одним отец благотворит, а другим нет, по жребию, ибо это свойственно неправедному. Но так понимай, что отец благодействует и дает дар веры тем, у которых есть произволение. Дар веры дается тем, у кого есть произволение. То есть, ты веру не чувствуешь, но у тебя есть произволение получить ее. Ты хочешь этого, ты стремишься к этому, тогда ты ее получишь от отца. Ибо не имеющий произволение не получит пользы и от помощи Божьей. То есть, если не имеешь произволения и не получишь никакой пользы от помощи Божьей. Вот это мы, мне кажется, и получаем, когда мы ходим наискивать причастие в богослужении, и мы получаем действительно помощь. Я это точно могу засвидетельствовать. Однозначно. Но если у тебя нет правильного произволения и обучения правильного, то тебе это не поможет. Объясню. Бог дает всем свои дары. Одни принимают и хорошо употребляют данные и, сохраняя онные, показывают дар Божий. А другие принимают, но теряют данные и оказываются ничего не получившими. Вот. Вот это типичное состояние. Кто принимает, но теряют данные и оказывают ничего не получившими. Итак, когда евангелист говорит, что кому не будет дано от отца, тот не может прийти к сыну, то слова его значат, что приходит к сыну тот, кто дает отец, кому дает отец, и кто сохранит поданный ему от Бога дар. Многие из учеников отошли назад, то есть, отделившись от него, не пошли к лучшему, но возвратились назад, то есть, не верю. Ибо поистине, кто отделяется от Христа, отходит назад, а кто подобно Павлу, прилепляется к Господу, тот постоянно простирается вперед. То есть, какой признак, что ты находишься к Богу прикрепленным, то есть, что ты веруешь, у тебя постоянно идет возрастание, постоянное возрастание, с каждым днем у тебя идет возрастание, то есть, у тебя углубляется покаяние, ты начинаешь больше своих грехов видеть, ты начинаешь понимать больше Писания, у тебя ревность появляется, то есть, постоянное возрастание, у тебя память улучшается, то есть, ты все более и более и более служишь Господу, и все менее на тебя мир начинает влиять, вот это происходит возрастание. А если этого нету, то есть человек уходит и 10 лет ничего не меняется у него, то значит он не прилепился к Господу, потому что не может прилепившись к Господу не возрастать. Он же показывает Иисусу, что не нуждается ни в ком и не в служении или попечении от них, говорит им, не хотите ли вы и отойти. То есть ученикам говорит, именно настоящим ученикам. Почему напротив он не похвалил 12 учеников за то, что они не отошли вместе с прочими? С одной стороны, чтобы сохранить достоинство учителя, а с другой показать и нам, что таким образом можно еще более привлечь. Если бы он похвалил, то они бы испытали нечто человеческое и возгорделись, думая, что своим последованием за ним одолжает его. Ну то есть как бы одолжает он, типа ты такие странные вещи говоришь, а мы все равно за тобой следуем. Они как бы так могли подумать. Поэтому Господь зная, и он их не похвалил, он сказал, и вы можете хотите отойти. А показывая, что не нуждается в их следовании за ним, он более мог удержать их как более благодействуемых, чем благодействующих и получающих благодать, а не дающих. Примечай, вот это кстати очень тонко все подмечено, самому это рассудить очень трудно, вот это что именно с этой целью он сказал. Примечай, как благоразумно он выразился. Не сказал, отойдите, ибо это значило бы отталкивать, но спрашивает, не хотите ли отойти. Таким образом предоставляет полную свободу следовать или нет, показывая, что он хочет, чтобы следовали за ним. Не из стыда перед ним, но по сознанию, что за последование получит благодать. Да, и вот смотрите, вот здесь мне кажется, уже следовать за Христом с этого момента стало уже перед людьми особо даже. Как-то не очень-то и удобно, потому что он такие странные вещи говорит. И уже это как подвиг идет. То есть вот здесь уже пошло разделение. Подвиг не просто какое-то нечто, вот как его сейчас представляет, честно, мучение Христа представляет как нечто просто такое возвышенное. Любовь, христианство такое. Не требует никакого подвига, просто ты люби всех, не сопротивляйся злу. Миролюбивый, никому словом плохого ничего не скажешь, не требуешь ничего. Вот так воспринимается христианство. То есть ничего общего с Христом не имеющее. Как вот воспринимают христианство сейчас люди вокруг часто. И это почему так воспринимают? Потому что именно так его и подают. Именно таким образом. И часто сектанты многие, да почти все, именно так и воспринимают Христа. Что поэтому, собственно, у них мужчины-то и бритые, женщины не покрытые, они не боятся Бога, они думают, что это все позволительно. То есть не смиряются перед ним. И вот есть же такие слова еще Христа, сейчас напомню. Кто отречется от меня перед ними, а того и я пред Отцом Моим Небесом. Отрекусь от того и я пред Отцом Моим Небесом. Итак, всякого, кто исповеду меня перед людьми, того и я исповеду перед Отцом Моим Небесом. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь и я перед Отцом Моим Небесом. Вот надо к себе задать вопрос, не бывает ли у нас такое, что нам неудобно говорить о Христе перед людьми. Допустим, сказать «Спаси Христос», рассказать о Христе, то есть о своей любви к Христу. То есть, если человеку это неудобно, это вот и есть этот момент. Кто исповедует меня перед людьми, того и я исповедую. То есть, Господь нас призывает исповедовать его перед людьми. А как исповедовать, когда тебя никто не спрашивает? Ну, так и исповедовать, если ты живешь этим, не исповедуешь этого. А когда мы не, как бы, не одеваемся ко христианам, не ведемся ко христианам, мы не отрекаемся случайно от Христа перед людьми. Когда мы, как бы, чем, вот есть религиозные признаки, да, какие-то. Есть внешние, есть по делам. И вот эти признаки, они указывают, что ты христианин. Но почему именно вот люди, как бы, думают часто, ну, это же внутреннее, человек должен быть внутренним христианином, то есть, это все духовное дело, внешнего ничего не должно быть. Но почему-то, когда касается именно дела, изменения внешнего облика, тут человек стоит и не может перешагнуть этот порог. А именно потому, вот по этой причине, потому что это исповедование Христа перед людьми. Ношение бороды, ты исповедуешь Христа перед людьми. Потому что, ну, уже на тебя смотрят и уже тебя спрашивают, так, что ты, кто ты, почему ты так? Ты уже вынужден исповедовать. И злой дух, который вокруг нас, он это понимает. И поэтому именно против этого это и борется особенно. Мир, который, он это тоже понимает. И поэтому против этого борется особенно. Они не будут реагировать, смотреть, что ты там что-то ходишь, исповедка причащаешься. Это все устраивает дьявола, который в миру. Это все устраивает его. Это ничего страшного, он это допускает. Но так как ты, как бы, здесь, когда человек чисто работает над собой, он работает только со своим дьяволом, который вокруг него. А когда ты исповедуешь Христа перед людьми, ты начинаешь затрагивать дьявола, бесов, которые крутятся вокруг других людей. И они, конечно, бегут сразу к своему начальнику и жалуются, говорят, ну ты что тут, тут нас теребят капитально. Ты там чего, кого ты там поставил над ним, он что-то не справляется с ним. То есть, тут затрагивает сразу всех. И это, конечно, невыносимо для дьявола. И он это будет, и он особо воздвигает, как бы, против этого особую брань. И это надо понимать. Надо знать, что тут наша брань не против плоти и крови. Как говорит апостол Павел, сейчас мы зачитаем это. Потому что наша брань не против плоти и крови, но против начальств. Начальств, это имеется в виду бесовских. Против властей, против мироправителей тьмы века сего. Против духов злобы поднебесной. Почему говорится не против начальств? Потому что есть разные чины ангелов. Это начальства, власти, силы, сирувимы, серафимы, архангелы. И многие же ангелы отпали, и у них эти чины также сохранились, только в обратном направлении. И вот это вот, но против начальств. Начальства, это бесовские, значит, власти, то есть бесовские. Мироправители тьмы века сего. Против духов злобы поднебесной. Это верюще о духах. Поэтому все это борьба, все, что мы делаем, в первую очередь, идет борьба с духом и злобой. То есть, они против нас воюют. Но нам, как христианам, дана власть. Все даю вам власть, Господь говорит. Наступать на змей и скорпионов, на всю силу вражи, ничто не повредит вам. То есть, это речь тоже о бесах, о дьяволе. То есть, он нам дал власть наступать на змей и скорпионов. Так. Хочет отзнать и возрастать, но когда-нибудь у тебя большая ответственность и не можешь отойти. Моему мужу все позволит, с ним ничего годами не случается. Только злость растет. Но его она радует. Я так понимаю, злость у него растет, да? Да. Ну, это, это вот это мученичество. Медленное мученичество, жить с таким мужем. За это, конечно, большие, большая награда будет. Вот правильно, да, Сергей Игнатов сказал, что наступают на такие моменты, когда происходит, то есть, как-то ты в мирский... То есть, много дел всяких. Много всяких дел, которые бывают, ну, нужны, действительно, бытовые. И ты увлекаешься, и потом не чувствуешь никакое такое вот, что ты раньше чувствовал. То есть, горение такое перед Богом. Но огонек-то все равно не тлеет. То есть, там огонек-то есть, и его надо постоянно разжигать. Как мне кажется, против этого бороться, это то, что надо всегда ставить Божий выше, чем все остальное. То есть, все божественные дела надо выше ставить, чем все мирские дела. Вот как-то Игнат Тихонович, это умеет все сочетать. Он огромную работу проделывает, физическую, и в то же время это все в Боге соделывается. То есть, возможно, надо все время молиться перед, то есть, перед работой, после работы, во время работы, чтобы вот этот огонек не угасал. Все время, чтобы в голове Писание крутилось. Вот я сейчас сам ищу вот этот баланс, как это вот найти вот его. Потому что, действительно, увлекаешься чем-то, а потом приходится возвращаться долго. Ну, как долго? То есть, Писание, Евангелие открываешь, начинаешь читать, и Господь возвращает. Но так это не хочется терять. Потому что это состояние... Состояние нехорошее. Но, братья, давайте еще. У кого-то может что-то есть сказать. Так, сейчас я отмечу. Здесь мы закончим на этой части. Так, кто у нас сейчас есть? Сергей Пупков вышел, да? Ну, у них там уже ночь поздняя. Ну, давайте, задавайте какие-нибудь вопросы. Я могу поделиться. Поделись, пожалуйста. Меня слышишь? Да, 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 хорошо слышно. Я могу поделиться тем, как у меня вера, когда вскудевает, и я ее возжигаю в себе. Я становлюсь на молитву, и у меня получается плакать на молитве. Если бы не слезы, мне кажется, я бы уже давно остыл и отошел бы, наверное. Но вот, когда я стою на молитву, и я знаю, что мне никто не мешает, я стою один перед Богом, и у меня искренне наворачиваются слезы на глаза. И я считаю, что вот вера во мне не искудевает в этот момент. Да. Вот слезы, это тоже надо выбросить еще у Бога. Это тоже дар. Когда слезы, конечно, есть, да. Порой тоже так бывает. Встану на молитву. А бывает вообще, что-нибудь увижу, какого-нибудь человека. Ну и так подумаешь, да, как жалко. Думаешь. Человек не знает Христа. Он живет совершенно... То есть, я вспоминаю себя. Я понимаю, в каком мучении ты находишься постоянно, в терзании. Ты ищешь постоянно. Вспоминаю, что ты живешь-то чем? Какие ты ищешь какие-то расслабления, какие-то облегчения, какие-то... Какое-то вот это снятие с себя вот этого боли, вот этой от греха. То есть, ждешь каких-то увеселений в будущем, которые будут. Живешь этими каких-то мечтами. И постоянно находишься в мучении вот в этом. И все люди же вокруг, они в этом пребывают. Я тоже так посмотрю. И тоже помолишься о них. Бывает и слеза пройдет. И потом, конечно, в другое состояние. А вот у меня вопрос еще. Здесь, если много семейных пар, у меня вопрос в основном, это к мужчинам. Как будут относиться супруги к тому, что если бы на молитве мужчина начал плакать? Во время молитвы, конечно, совместной. Ну как, мне кажется, нормально к этому относиться. Слезы на молитве, это... Ну я не знаю, если вот я, допустим, увижу человека, который вот про себя будет плакать, или даже жена моя будет плакать на молитве, ну я не знаю, я сразу подумаю о своем состоянии, думаю, какой я черствый, что я не плачу, а человек плачет на молитве. Это только побудет еще к лучшему, только мне кажется. Надо вымаливать слезы у себя, вымалить, просить Бога просто на молитве, чтобы он дал слезы. Если вот их нету, это большое утешение иметь слезы на молитве. Но у нас нынешний мир так устроен, что слезы у мужчины – это признак слабости. Но в нашем христианском мире это наоборот. Слезы – это утешение тебе дается, утешение в Боге, что ты молишься искренне. Но мы же в миру живем, и мы иногда с неверующими людьми живем вместе. И вот когда у мужчины появляются слезы, показывает ли он слабость своей неверующей семье, своей неверующей супруге, дядю там, родственникам. И будет ли это, скажем, определенным опять толчком в сторону мужчины, очередным пинком, что он может молиться, и от этого у него может быть оскудевать вера. Можно мне ответить, Игнатов Сергей? У нас примеры в этом плане дает и Господь Иисус Христос. Помните, когда Он пришел к четырехдневному Лазарю, и тоже слезы у него были, что люди говорили, смотрите, как он любил Лазаря, что заплакал. У меня тут же слезы появляются, редко, но бывают, особенно, когда я приезжаю в город Таганрог и посещаю обитель, теперь уже он не местно чтимый, а по расслабленности и полнотой церковью. Павел Таганрогский, это сын дворянина, который раздал свое имущество после смерти отца, а сам пошел по миру, и в конце концов осел в Таганрог и стал работать, как простой рабочий. И вокруг себя создал он общину. Вот я когда приезжаю в его домик, то мне там произвольно текут слезы. Когда молюсь, я даже никогда молюсь. Но такое состояние души, там как сердце как бы оттаивает. Причем это единственное место, где у меня слезы текут ручьем. Я их не стесняюсь. Они наоборот делают мое сердце из каменного, плотяным. И кроме того, ты плачешь же не постоянно, какой-то момент времени, ну, секунды, две, три, вздохнул, пришел в себя, и дальше нормальным голосом продолжаешь молиться, если молить, то вслух идет. Нормальное явление. Мой отец, когда в храм приходил, он говорил, я всегда плачу там. Вот, почему, не знаю, но слезы текут, текли у него. Так что тут нормальное явление, свойственное человеку, который имеет не каменное, а плотяное сердце. Спасибо, Христос. Вот я по себе могу сказать, что у меня это не продолжается ни секунды, а минуты. И это началось у меня с того, как я познакомился с Игнатием Тихоновичем, когда он мне рассказал о Библии. А вот до этого у меня слезы никогда таких не было. Это было только лишь очень-очень редко. И я, кстати, заметил, после того, как я узнал Господа и принял Его как личного спасителя, после этого у меня слезы очень часто начали появляться. И в зависимости молитва это или нет. Иногда плачешь о людях, которые не знают Христа. Спасибо, Христос. В Белгороде был исповедник веры православной, священник, я имя сейчас не помню, его книга, в нем написано. Так он всегда во время проповеди плакал, он и вся паства его. Вот такие дела были. Ничего, это нормальное явление. Радуйся, что тебе господь дал слезы. Я еще хотел бы поделиться и своими впечатлениями о посещении одной церкви в Шахтерском районе, в районе Савур-Могилы. Это там, где были бои в 14-м году в ДНР и изгнали этих вот нациков с нашей земли Донецкой, с тех мест. Так вот, там находится недалеко храм имени княгини Ольги и служит там отец Тараси. Такое вот священие, которые горячие, пылкие. Труженик на своей ниве. У него каждый день идут богослужения, хотя это простой сельский храм. Но имеется в виду богослужения какого порядка? Но читаются Акафисы святым, в день которых идет поминовение. Службы у него достаточно длительные, как монастырские, потому что он их не сокращает, во-первых. Во-вторых, четкая дикция у хора и у него самого не спешит. И поэтому у него получается качество, но по времени конечно затяжка. Но к сожалению, сельские жители на вечернюю службу практически никто не ходит. Я был удивлен. Я дважды туда приходил на эту службу и никого там не видел на службе, кроме самих певчих и работников храма. но тем не менее в воскресенье людей побольше приходит. У него есть конечно ораторский талант проповеднический, умеет он говорить с чувством не как лектор академический, а как действительно человек с горячей верой. Это радует. Но в то же время ему свойственны те недостатки, о которых говорил Игнатий Тихонович Лапкин. Например, он исповедует каждого. Это хорошо, но он каждого причащает. Я допустим не верю, что все люди, которые причащаются, готовы к причастию и достойны этого, чтобы не было как по слову апостола Павла причащаются недостойно. Ни, тем не менее, он всех допускает. И спрашивают в конце причастия, все ли причастились. Вот такое свойство характера этого человека. Я сделал некоторые записи, видеозаписи с его проповедью, может при случае выставили их в интернете. Но когда он знал об этом, о том, что я сделал эти записи, то меня строго-настрого приказал не делать этого, только самому лично смотреть. Ну что-нибудь придумаю, какие-то фрагменты появятся без указания имени, фамилии и так далее. Вот такие впечатления об одном из сельских храмов. Ну и такие конечно замечания есть у меня, вы их знаете, это когда люди приходят на богослужение, потому что ну так считают полезным для себя, для души, вроде как практика такая должна быть. Но совершенно так сказать не хотели бы знать о правилах поведения в храме, о том, что с покрытой головой нужно стоять. А в такой церкви, которая у нас новая украинская православная называется ПЦУ, Православная церковь Украины, которую патриарх Варфоломей Томас дал для ее легализации. Так там вообще священно начали призывают и храмы захватывать, где могут украинская православная церковь, а женщинам разрешают ходить свободно, без голодных уборов, не понимая, что апостол Павел, Господь Бог в уставе апостола Павла говорил, что женщина, которая молится с непокрытой головой, себя послужает. Вот такая практика у нас в сегодняшний день православной церкви Украины, которая конфликтует с РПЦ Украины, с Русской православной церковью Московского патриархата. И само собой конфликтует и с нашей украинской православной церковью, которую возглавляет митрополит Ануфри. Талантливый выдающийся человек, умничка. Вот хотя по некоторым вопросам тоже он держится той традиции, которая связана с применением церковного славянского языка в богослужении. Он как-то говорит, что вы так думаете, что не понимаете славянский язык. Возьмите и почитайте 1 Псалом Псалтеря царя Давида, где все написано четко и понятно. Ну да, в этом псалме более-менее четко и понятно. Ну а в других то бывают такие выражения, которые буквально не переведешь, смысла нету. А литературно перевод мало кто знает, если не будет предметно заниматься переводом этого текста на русский язык. Ну вот такие у меня впечатления по нашей сегодняшней жизни в Украине. Спасибо Христос, отхожил. Спаси Христос. Ладно, время полтора часа прошло. Давайте помолимся. Андрей, сегодня помолишься? Брат Андрей. Андрей Ложкин. Ничего. Сейчас я уберу видеосвязь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и Ныне Присноводители веков Аними. Достойно яся к воистину блажите Тебя Богородица Присноблаженная и Пренепорочная. Матерь Бога нашего честнейшую Херувин и славнейшую Бессоннина Серафим. Без разъяснение Бога Слово Родшим и Сущей Богородице Тебе величайны. Морись, брат. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грязь. Господи, благодарю Тебя за эти занятия, благодарю Тебя за братьев, за сестер, что объединил Ты нас во имя Твое и собрал нас для изучения Слова Твое. Благодарю Тебя за мирную жизнь, за начальщик и правителей, за людей, что мы встречаемся, Господи, и обсуждаем Слово Твое. Дай нам, Господи, дух спокойствия, дух смирения, чтобы мы проповедовали Слово Твое, изреченного, Святой Библии, чтобы мы не боялись ничего, Господи. Слава Твое, Сыну, Сыну, Духу, ныне пресны, и веки веков. Аминь. 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 Спаси Христос всех. Спаси Христос. Поганда всем хранителя и спокойной ночи. Встречаемся на утро.